КОНЕЦ 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 И в этой самой интернациональной команде в истории МХЛ авторитетов для него быть не может. Китайцы, североамериканцы, европейцы, русские. Всем нужно доказывать свое право играть под красным флагом Китайской Народной Республики. Не стоит говорить о сезоне, о задачах на сезон, сколько вообще о задачах, то есть идее создания этой команды. Не потому, что в Китае там слишком такой большой ажиотаж к хоккею, пока еще этого нет, а вообще там как бы они хотят развивать зимние виды спорта и к олимпийским играм, ну и в частности хоккей в том числе. Вот, поэтому такая национальная программа, то есть здесь, ну вот в поисках всех игроков китайского происхождения, то есть и в Америке есть некоторые ребята, которые там родились, живут, но они китайцы на самом деле, и они достаточно неплохо там играют тоже в хоккей. Вот, насколько я знаю, в КХЛ, команде КХЛ сейчас несколько игроков, которые они на самом деле китайцы, ну по крови будем так говорить, вот, и они хотят играть за свою такую, будем сказать, историческую родину, поэтому играют в Кунелун, и видимо гражданство у них будет, и что они хотят попасть на олимпийские игры, которые будут в Китае в 22-м году. Ну и естественно из молодых ребят, да, то есть это же 5 лет еще до олимпийских игр, поэтому время есть, где молодые ребята, которые вот сейчас в нашей команде, мы в течение полугода и работали с ними, отбирали их там, значит, из разных клубов, их не так много, там 3-4, но в общем-то вот набрали то, что смогли набрать. Сказали, вот, что есть такое, такие здесь идеи, идеи, мысли вот о том, чтобы вот помочь развивать вот именно в Китае там хоккей, приехали, посмотрели, поговорили, в общем-то идея понравилась. Вот, конечно, основной мотив, наверное, был то, что вот была идея создания команды вот этой МХЛ, которая будет играть в нашей российской лиге. Вот, мне показалось это очень интересным и, в общем, достаточно хорошим вызовом. Вот, понимал, что помимо китайских игроков будут еще и русские ребята, которым тоже хочется помочь попасть на другие уровни. Ну, поэтому, как бы, вот, очень рад, что недалеко где-то, а здесь мы в России. Разумеется, Барков готов дать объективную оценку возможностям команды. Прочность цепи равна прочности самого слабого звена. Квалификация и опыт ряда игроков пока не соответствуют уровню МХЛ. Честно скажу, конечно, уровень пока еще далек, вот, китайских игроков очень-очень далек. Но мы отобрали, вот, которые есть, ребята, участвовали с ними и за 20 лет на чемпионате мира, и за 18 лет в сборной Китая. Вот, и здесь эти кандидаты в эти сборные у нас собраны. Ну, в принципе, мы довольны ими, как бы, их отношением, оно меняется. То есть, они никогда профессионально не тренировались до этого. То есть, у них даже чемпионата нет профессионального. И взять детский хоккей, там, в общем, тренеры, китайские тренеры, они занимаются отдельно. Родители платят очень большие деньги за своего ребенка, который некоторые тренировки, я вот смотрел, один тренер, один ребенок на льду. То есть, вот, с ним он занимается. Поэтому здесь мы, в общем-то, наша задача еще и, как бы, вот, научить их профессионально подходить к тренировочному процессу. Александр Барков говорит, что оценкой его работы будут не столько турнирные достижения, сколько количество игроков, попавших в олимпийскую команду Китая. Ну, а для легионеров, в том числе для русских ребят, это возможность поймать счастливый билет. Другая половина – это тоже наши ребята. Наши ребята, которые русские ребята, да, в общем-то. И у нас для них тоже очень хороший шанс проявить себя, получить новую роль, роль в команде. Потому что понятно, что те, кто иностранцы в нашей команде, они, на самом деле, то есть, ну, ведущие игроки. Любой, кто иностранец, он, как бы, ведущий игрок. И он получает и много времени, и, ну, и во всех этих, там, большинство, меньшинство, как ребята любят играть, в большинстве, меньшинстве. Поэтому у нас они, в общем-то, на ведущих позициях находятся. И мы их тоже пытаемся им помочь развиться. И если кто-то из них пойдет дальше, попадет в ВХЛ, там, КХЛ, то это тоже наша оценка, наша работа. Это наша задача. Не только разные по национальности игроки, но они вообще по менталитету разные. То есть, это и те же китайцы, те же чехи и финны. Их не так много. Один чех, белорус, допустим, у нас литовицы, вот, три финна из дальнего зарубежья, будем так говорить. И вот китайские, полкоманды китайских игроков тут. Остальные ребята русские. Ну, я скажу, что у нас дружная команда. Эту команду пока трудно назвать китайской в полной мере. В ней есть много русского. Тренерский и административный штаб, игроки. Даже место базирования выбрано так, будто решение это чисто наше. Куни Луин Ред Стар Джуниор будет проводить домашние матчи в Риге. Это проще и дешевле, чем летать в Пекин и обратно. Хотя, вероятно, столица Латвии станет домом китайского клуба на время. Однажды Китай станет частью МХЛ в полной мере. Территориально. Очень интересная страна и даже те же города, которые приезжают, на самом деле там по 35 миллионов жителей, когда просто даже узнаешь об этом, то, в общем-то, не по себе становится. Долгое время жил в Москве. Знаю, что это большой город. Если представить, что Пекин, допустим, в два раза больше, больше, чем Москвы, и по жителям, и по размерам, то, конечно, как бы дух захватывает. Страна очень богатой историей, наверное, там и китайская стена там. Ну, в общем, очень много где есть, что посмотреть и поразмышлять. То есть, как бы, ну, интересно. В четырех стартовых матчах Кунь-Лунь потерпел три поражения. Но есть одна победа над крыльями советов. Никто ведь не ждет от китайского клуба достижений в первый же сезон в МХЛ. А когда соперник не ждет от тебя много, все становится по плечу. Лига очень-очень хорошая. И вот ребята, даже те ребята, которых, в общем-то, я приглашал, приглашали мы сюда из иностранных. Ну, русские-то ребята знают, а вот те, кто, допустим, у нас несколько финнов, и чех, и вот эти ребята, да, они же не знакомы с этой лигой. То есть, мы с самой позитивной такой точки преподавали, говорили о том, что эта лига очень сильная. То есть, она, на мой взгляд, одна из самых сильных, и если не первая, то на одном уровне находится с канадской лигой, юниорской лигой. Вот, поэтому играть здесь, это как бы очень такой серьезный шаг, шаг и честь играть в этой лиге. А, возможно, лучшей молодежной лиги мира каждую неделю рассказывают проекты «Поколение МХЛ» и «Истории МХЛ». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова